В Кремле рассказали одну из главных тем, раскрыли послание Путина, Пескова. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО, и специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте, поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много уделит внимания именно ей. Конечно, на таком ответственном, очень сложном этапе нашего развития, деградации нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, а у них мозгов, что ли, нет? Они сами не могут проанализировать. Оценку международной ситуации, видение президентом того, как мы с этим справимся и как мы пойдем развиваться дальше. Дальше они будут развиваться. Жесть, да. И, значит, во вторник, 21 февраля, огласит он послание Федеральному собранию в гостином дворе. Там он здорово защищен, кстати, да. Это мы изучали. Фактически по новой все сделано в этом гостином дворе. Но есть. За что зацепиться там? Безусловно. Как обычно. Всегда люди забывают о некоторых нюансах, которые думают, что они от всего защитились. Они забывают главное. И пишут, вот, комсомольская правда, решение Путина о начале своего нарушило планы США по развалу России. А что в США не развалили Россию в 90-е? Когда Ельцин пьяный был у власти, что хочешь подписал. Да и Путин на начальном этапе, что хочешь подписал. Да и Медведев подписал. Да. Эх, артисты. Да. Вот число безработных в России в 2022 году снизилось на 445 тысяч. Ну, наверное, в армию отправили и перебили большинство. Конечно, снизится. Я думаю, об этом будет Путин говорить. Да. Ну, о чем? Пробью комаров он там говорил. А вот давайте подумать. Да. Вот сейчас ему нужно объяснить, зачем война через год. Ну, понятно, что он будет нести. Он будет нести, что, ну, если бы вы не напали, то на нас напали. Про биокомаров, про нападение на Беларусь, про грязные бомбы. Да. Там про счеток. Ну, про биооружие, конечно. Потому что это непонятно никому. Ну, может, какие-то сенсационные вещи, что, блядь, этот коронавирус это выпустил Запад. Ну, что-нибудь надо ему вот такое жареное, чтобы там все эти зааплодировали. Вот пишут, что Путин может объявить завтрашним о завершении своего начали контртеррористической операции. Да и ничего. Не на какая контртеррористическая операция. О чем речь? Это такая же война. То есть, ему что-то нужно говорить по поводу войны. Если он был бы умным человеком, ну, если бы умным, он бы не ввязался. Ну, допустим, на этом этапе он признает, что он идиот и пытается найти советника. Беспрекословно выполняет его указания этого советника. Вот что бы ему посоветовал, например, я. Но я бы, конечно, не стал работать советником у Путина. Да, я бы решил этот вопрос так же, как его решили в прошлый раз. В империалистическую войну. Как Троцкий его решил. Ни войны, ни мира. Вы же не хотите садиться за стол, переговоры. Мы в одностороннем порядке прекращаем огонь. Все. И что сделать? Не стреляем. Все. Мы прекращаем огонь. Но и Путин на это не пойдет. Тем более, что он попробовал. Они же зондировали во время Рождества. Да, мы там... Рождественское перемирие. Да, мы там прекращаем огонь. И ничего не прекратилось. Поэтому он этого сделать не сможет. У него просто нет рычагов, при помощи которых это можно сделать. А как это сделать, можно было бы ему подсказать. Но я не хочу. Я хочу, чтобы его не было. Чтобы он сидел на колу. Поэтому без обиды. Что там, вот война. Вы за войну. Мы за то, чтобы уничтожить Путина. А не за войну. Говорят, что он объявит мобилизацию. Нет, не объявит. Мобилизация, если будет так же она, частичная, точечная. Какая хотите. Отечественную войну. Может он объявить? Может. Но, скорее всего, не сейчас. Может ли он всего дракона победить? Дракона. Может, да? Но не сейчас. Вот так и здесь. Может объявить Отечественную войну. Но это будет ближе к 9 мая. Когда у него будет полной жопой. Перед 9 мая. Он... Отечество в опасности. Братья и сестры. Здесь он тоже будет гундосить. Братья и сестры. Рассказывать, как Запад напал. И всякое остальное. Но, в общем, бред будет нести. Да, будет требовать помощь бизнеса. Будет какие-то распоряжения оттуда. Прямо чиновникам давать. Рассказывать про внутренних врагов. Это жуткие внутренние враги. И обязательно он этому должен уделить время. Если он этому не уделит время, то он полный идиот. Хотя, я говорю, сейчас все. Повестка меняется. Это вот то, что он должен был говорить. В принципе. Сейчас, в связи с приездом Байдена, он что-то новенькое должен вставить. Они должны придумать. Придумают абсолютный бред. Вот поверьте. Абсолютный бред придумают. Да. И Запад хочет все разрушить и уничтожить. И русский мир. Блять. И православие. И все. Про православие расскажут, что хотят уничтожить. Да. И мусульман хотят уничтожить. Может сделать финт ушами. В угоду ваты. Тем более, у него сейчас с Израилем не клеится. Может наехать на Израиль. Очень легко. Давайте посмотрим. Но это под вопросом. Это не обязательно. Потому что он боится, конечно, эту тему поднимать. Но может. То есть, если у него совсем подгорает, то он вбросит такую интересную вещь, что вот видите, как плохо работают. Они там с точки зрения не хотят прекращать войну. Вмешиваться с тем, чтобы переговоры были нормальные. Ну и так далее. И там вот обстреляли в том числе Сирию. И как-то там все не очень правильно. И так далее. Может. Запросто. Врагов будет перечислять. Вызовы свои будет перечислять. Да. И вот пишут, что Путин может объявить преемника. Нет, не может. Не может. Если ставить деньги, я поставлю на то, что не будет объявлять никакого преемника. И будет это Медведев, пишет. Не будет Медведев. Медведев потом. Когда Са Цзиньпин встретится с Путином, вот потом должен на сцену выйти Медведев. Пишут, что Абхазия и Южная Осетия войдут в состав России. Об этом он заявит. Нет, я думаю, что этого не будет. То есть, Путин упустил момент, когда это можно было сделать. А теперь они будут брыкаться. Когда считали, что у него вторая армия мира и прочее, прочее, тогда они могли бы зайти. А сейчас какой смысл, когда Путин все проиграл, а они видят. Ну, Южную Осетию он еще может как-то втащить. А Абхазию как он втащит? Все, они будут отбиваться сейчас по полной программе. Поэтому навряд ли у него. Приднестровье. По Приднестровью вопрос. Я думаю, что у него стоял вопрос о том, чтобы признать Приднестровье там частью территории России и прочее, прочее. Вполне допускаю, что этот вопрос стоял до сего момента. Но сейчас с приездом Байдена наверняка это все разорвали и выкинули. По Приднестровью у него вот такой возникает вопрос. И навряд ли он ответит на него положительно, потому что он ссыкует. Ну, конечно, он заявит о планах сближения с Белоруссией, но не более. Он не скажет, что все, вот мы теперь объединились и Лукашенко будет воевать рука об руку вместе с нами. Не будет. Да, ну, про союзников расскажет про Китай, про Северную Корею, если не застесняется, как про союзника. И про всех, кто за биполярный мир, за биполярное расстройство. Про всех, про тех тоже расскажет. Вот по поводу Приднестровья мы сказали. Интересно, что премьер-министр Молдовы Дарин Ричан, да, который стал вот премьер-министром, заявил, что Приднестровье... Так, так, сейчас я вам прям прямую речь, чтобы необходимо демилитаризовать Приднестровье, а также вывезти оттуда все российские войска. Да, представляете, то есть вот такая заявка. И в этой ситуации у Путина Цуксванг, если он объявляет о том, что Приднестровье часть России, то, значит, мгновенно он получает отказ от нейтралитета в Молдавии. Если он это не объявляет, то все равно потихо выдворяют оттуда. А так просто, вообще, мгновенно заходит Украина. Вот он сейчас говорит, все, Приднестровье часть России. И все. И он получает атаку с украинской стороны на Приднестровье. Помочь он никак им не сможет. Да, и, в общем-то, это очень быстро закончится. Я думаю, в мгновение он закончится. Поэтому сейчас Путин рвет все это нахер, все свои эти доклады, и будет читать какой-то другой. То есть его загнали в угол. Я уверен, что американцы знали суть того доклада, который хочет сделать Путин, и такой наезд, который они осуществили. Он, в общем-то, был, имел еще и целью поставить его в позу гвардейского миномета, чтобы он особо сильно не дергался. Субтитры сделал DimaTorzok